Дмитрий Маркович Хазанов Возможности, если брать статистические данные, то за 10 месяцев 2015 года по сравнению с 10 месяцами 2014 года индекс промышленного производства составил 112,5%. То есть, в принципе, динамика положительная. Так, это уже хорошо? Это, конечно, подводить какие-то итоги рано. Но фактически 2015 год – это не тот год, который должен нам дать резкий скачок. Это, скорее, год отправной для оценки наших дальнейших шагов. Потому что это первый год полный после воссоединения Крыма с Россией. Потому что основываться на данных 2014 года для анализа было практически невозможно. А так, подводя итоги 2015 года, где-то в январе-феврале 2016 года, мы уже можем о чем-то говорить и что-то планировать. То есть, уже будет полноценная информация по итогам работы целого года? Да, по крайней мере, это будет уже информация целого года. Хотя бы. Да, а статистически по промышленности что сейчас лидирует? Ну, что лидирует, я скажу чуть-чуть не так. Всего на 1 октября было более 500 предприятий различных отраслей промышленности в городе Севастополь зарегистрировано. Если брать по отраслевому составу, то это порядка 120 предприятий различных строительной отрасли, порядка 110 предприятий в области судостроения и судоремонта, более 50 предприятий при строении. Ну, вот основные так, а другие поменьше вклад, конечно. Из этих предприятий, если пройтись так по ним, по показателям, именно достигнутым в 2015 году, то по заключенным контрактам объем производства, скажем, той же отрасли судостроения и судоремонта составил более 700 миллионов рублей. По отрасли приборостроения также где-то более 700 миллионов рублей. Если брать авиационную промышленность, то около 300 миллионов рублей. В области производства, ремонта, проектирования вооружений тоже более 300 миллионов рублей. Ну, вот примерно так хотя бы. Очень сильно подтянулась наша легкая промышленность, ну, как сказать, ну, начала восстанавливаться. Она у нас не так много предприятий представлено в этой отрасли, но за 2015 год объем производства увеличился вдвое. Понятно. В этой отрасли, что тоже, конечно, положительная динамика. Преимущественно для Севастополя все-таки, какие отрасли, какая промышленность должна быть более востребована? Это судостроение, судоремонт, скорее всего? Да, это судостроение, судоремонт, это приборостроение. То есть это то, что у нас всегда было наиболее развито. Вот они останутся для нас в любом случае приоритетные. Тут ничего не меняется. Да, а на этих предприятиях достаточно ли персонала кадров для работы? Или существуют все-таки проблемы у них? Ну, проблемы, которые мы о них говорили, они остаются. То есть, ну, они, скажем так, решаются, но решаются поступательно. То есть кадровый вопрос, конечно, ну, это, если говорить о той же отрасли, то строение судоремонта, что средний возраст. Ну, в принципе, так и во многих отраслях у нас. Это специалисты порядка 55-60 лет. Ну, то есть, естественно, должно прийти новое поколение. Это направление надо готовить. Это вопрос не одного года. Ну, есть свои подходы, то есть в этом направлении движения есть. Но здесь все идет параллельно. Должно быть как приток новых кадров, так и развитие производства. Но все взаимосвязано. На базе наших университетов, в принципе, готовят таких специалистов. Просто нужно время. Конечно, нужно время. С одной стороны, должен быть заказ от промышленности, что они нужны. С другой стороны, они нужны будут к определенному тоже моменту по мере развития производства. Поэтому все взаимосвязано. В этом направлении все идет достаточно полномерно. Хочется, конечно, чтобы было все гораздо быстрее происходило. Ну, промышленность есть промышленность. Но на данный момент все-таки трудности какие самые основные? Да, основная трудность у нас, наверное, не то, что мы называли во всех передачах. Основная трудность, вот то, что у нас сейчас происходит, это то, что у нас происходит с электроэнергией. Ну, потому что, конечно, ну, это беда. Беда для нас, потому что предприятия, которые заключали контракты, вот, и сейчас они прилагают все усилия, чтобы эти контракты не сорвать. Потому что есть портфель заказов, должны быть обязательства выполнены. Многие обязательства выполняются именно как раз в декабре этого года. Вот, и поэтому предприятия в этих условиях прилагают максимум усилий для того, чтобы выполнить свои обязательства перед своими контрагентами. Вот, при этом, ну, понятно, что в первую очередь с учетом тех лимитов электроэнергии, которые выделяются на город, решаются вопросы обеспечения жизнедеятельности города, вопросы социальной сферы, больницы, образование, дошкольные учреждения. Да, в первую очередь. Да, ну, вот, но вопросы промышленности мы тоже смотрим, думаем, что в этой ситуации можно было сделать, чтобы предприятия тоже не потеряли то, чего они достигли. Ну, все-таки дают всего на 2-3 часа электроэнергии, этого недостаточно, чтобы сделать заказ, правильно? А каким образом они справляются? Нет, ну, на ряде предприятий есть генераторы, которые могут обеспечить работу. Ну, вот, просто другой вопрос, что их не хватает на сегодняшний день, поэтому, ну, смотрят, как где подстроиться. То есть, в зависимости от специфики предприятия и потребляемой электроэнергии, где-то возможно замена этого процесса, где-то частично возможно перераспределение, есть предприятия, конечно, где это достаточно сложно. Ну, все зависит от специфики предприятия, тут сложно говорить, здесь, к сожалению, единой такой вот системы, что вот всем. Ну, у всех индивидуально. Да, абсолютно верно. Ну, исходя из проблем с электроэнергией, есть предприятия, которые остановили свою работу и не работают на данный момент? Полностью таких нет, частично. Частично. Все работают частично, пытаются подстроиться от ситуации, в зависимости от того, как долго она будет продолжаться, и такое будет действие. Конечно, у всех разное положение. Надеемся и верим, что это будет недолго. Да. В ближайшее время все разрешится. А что касается закона о промышленной политике, вот на какой он стадии? Закон о промышленной политике, он был внесен в законодательное собрание и принят в первом чтении в октябре этого года. Закон о промышленной политике, это, наверное, тот базовый документ, который позволит двигаться нам дальше. В принципе, по-хорошему, все должно было начинаться с этого закона. На федеральном уровне закон о промышленной политике определяет полномочия в этом плане у субъекта только рамочно. А вот закрепить именно, что субъект из этих полномочий на себя и берет, и что будет выполнять, должен закон о промышленной политике, который примет субъект. На закон о промышленной политике, если так говорить коротко, там можно остановиться на трех основных понятиях, которые для нас важны. Он закрепляет понятия различных видов поддержки в области промышленности. Там идет различная и финансовая поддержка, и имущественная поддержка, и другие виды. Потом в этом законе закрепляется концепция развития, то есть как бы предусматривается, в этом проекте я буду говорить, пока закон не принят, предусматривается принятие законов, в которых будет закрепляться концепция развития города в определенном направлении на пять лет. И это позволит после закрепления законодательной такой концепции создавать именно те документы, которые позволят уже реализовать эту концепцию. Ну и различные программы, регламенты и так далее, порядки. И третий момент, который хотелось бы выделить по этому закону, предусматривается создание промышленного совета. Промышленный совет в том понимании, как он заложен в этот проект, это не просто совещательный орган. Мы надеемся и планируем, что это будет действительно экспертный совет, что туда войдут представители основных систем образующих предприятий, и, соответственно, его решения будут действительно не только полезны, но и на них будет опираться наша исполнительная власть. То есть это поможет вести более плотный контакт с производством? Абсолютно верно. Абсолютно верно, да. Что вообще, вот как вы считаете, что нужно еще сделать для того, чтобы... Вот сейчас промышленность города находится на достойном уровне вообще? Или все-таки есть еще куда расти и расти? Расти есть, конечно, есть. Ну вот что нужно было? Я бы сказал, что она находится на начальном уровне, но невозможно за один год построить... Ну конечно, это понятно. Мы сравниваем скорее здесь не то, какой цифры мы достигли на сегодняшний день, об этом рано говорить. Мы на сегодняшний день можем говорить о положительной динамике, что для нас важно, и о понимании того, с чем и куда мы идем дальше. Вот самое главное. То есть если год назад мы фактически только изучали, можно сказать, инвентаризировали, что у нас есть, и пытались понять вообще, можно ли что-то с этим делать, то сегодня мы уже понимаем, что с этим можно делать, и куда идти, и как идти. А говорить о том, что мы достигли определенных результатов, да, динамика положительная, объем производства растет, индекс промышленного производства вырос. Это мы все видим по статистике. Это для нас положительный момент, и он показывает, что мы идем в правильном направлении. Но говорить о каких-то цифрах, в рублях, что должно быть сток это или сток это, я думаю, что это чуть-чуть не то, на что мы сейчас должны опираться. А, кстати, ну, может быть, уже говорить об этом и поздновато, но вот когда предприятия переходили в Российскую Федерацию, да, по всем канонам, существовали проблемы, может быть, и сейчас еще какие-то остались, или уже таких проблем нет? Да нет, проблемы есть, но проблемы, скорее, не правового характера. Ну, в прошлом году это были проблемы больше именно правового, интеграции в правовое пространство Российской Федерации. Это были проблемы, связанные с перерегистрацией, оформлением имущества. Ну, и сейчас там, скажем, идет оформление, перерегистрация там прошла, оформление имущества, там, многих предприятий, оно еще идет в процессе, но все поняли, как это делать, готовят документы, планомерно идут и все это делают. В прошлом году это все было еще и непонятно ко всему. Да, было очень сложно. У предприятий оборонно-промышленного комплекса, там было масса вопросов, связанных с лицензированием. На сегодняшний день, опять же, это понятно, как это делать. И те предприятия, которые в этом вопросе спешат, они уже получили необходимые лицензии. Те, кто планирует это сделать в 2016 году, они готовят документы, но они, опять же, понимают, как и что готовить. Ну да, уже есть осведомленность, конечно. Да, поэтому здесь вот примерно такая ситуация. Из тех проблем, которые, ну, скажем так, долгосрочных, которые там в 2014 году существенно там для нас влияли на развитие предприятий, которые остались, ну, это понятная проблема логистики, мы никуда от нее не уйдем, как бы мы ни хотели, пока не будет построен мост, все равно все будем испытывать неудобства от этого. А вы вот упомянули о законе, о промышленной политике. Внутри закона есть понятие финансирования. Финансирование имеется в виду что? Правительство финансирует промышленность в какой-то мере, будет помогать с финансированием? Ну, я бы сказал, не так. Это программы поддержки, различные инструменты поддержки для того, чтобы промышленность развивалась быстрее. Поддержка может быть разная, в том числе и финансовая. А, ну или оборудование, например. Да, она может быть прямая финансовая поддержка в виде какой-то субсидии, может быть поддержка связанная с компенсацией части процентной ставки по кредиту, которая возьмет тоже предприятие, но чтобы, ну, промышленному предприятию, ну, есть какие-то предельные ставки, которые она может реально на себя взять и которые может отработать. Поэтому, естественно, тут тоже надо помогать. Может быть, если говорить о других мерах поддержки, она не обязательно может быть финансовая, она может быть имущественная поддержка. Здесь вариантов много, но все это в любом случае должно быть закреплено именно в законе. Хорошо, спасибо большое за то, что пришли в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Это была программа «В контексте». Следите за развитием событий вместе с ИКС. До встречи в эфире.